Первый сегодня, да. Иван, приветствую вас. Очередной эфир, заключительный. Кстати, наш забег с вами на четыре торговые сессии, когда мы делились рекомендациями, подходит к концу. Сегодня заключительный аккорд. Традиционно жду от вас идей. После поделюсь своей точкой зрения касательно того, что на финансовых рынках происходит. Друзья, ну а для тех, кто следит за нашим совместным с Иваном контентом, напоминаю то, что мы с Иваном боремся за призовой фонд в сервис копитрейдинга компании Амаркетс на 500 долларов. Соответственно, те рекомендации, которые принесут больше доход по итогам вот этих четырех дней, становятся обладателем этого фонда. Иван, я традиционно, как мы это уже сделали, передаю вам вступительное слово, ну точнее, не вступительное, оно уже было, слово касательно торговых рекомендаций. Давайте. Хорошо. То есть, всем здравствуйте. Вот, то есть, рекомендации по, значит, индексу РТС. Как, кстати, меня слышно, нормально? Да, хорошо слышно. Так, значит, вот, по рекомендации, значит, по РТС я ожидаю, естественно, технически сейчас РТС находится в канале, в нисходящем, и, соответственно, хочу его шортить с уровней 11.25. То есть, я выстрел там саллимит, вот жду откат технически, как бы, и шорт с уровня 11.25. И, соответственно, серебро, которое, я считаю, так же... Иван, еще нужны уровни, тейк-профиты, стоп-лосса. Да, 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 здесь, то есть, по уровням, то есть, стоп у меня будет, то есть, на уровне, так, сейчас, секундочку. Значит, стоп у меня будет на уровне 1170, и, соответственно, так, тейк-профит у меня будет, наверное, ровно на тысячу. Вот. Дальше, по поводу... Это первый инструмент, по РТС я буду искать шорт. Но, опять же, при условии, что он все-таки откатит сейчас вверх. Если этого условия не будет, то, значит, нет. И по серебру, то есть, это... Я, так как заработал, на нем был... Сейчас идет откат, так как опять напечатали бабла, там это все говорят. И, соответственно, на 24 также саллимит будет выставлен. С стопом 24,50 и профит 22, тейк-профит. Вот, то есть, два инструмента, по которым сейчас буду работать. Ну, сегодня пятница. Сегодня, может быть, и не сработают эти саллимиты. Может, это понедельник. Да, я вас понял. Так, это ваши идеи. И тогда давайте отключайте демонстрацию, чтобы я мог включить с вами. Так, сейчас, секундочку. Да, все отлично. Так, должно уже быть видно, да, график? Да, 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 все видно, хорошо. Отлично. Иван, вот, опять же, вы работаете с рынком драгоценных металлов. Вы знаете, мне тоже активы этого рынка сейчас интересны. Ну, чтобы добавить такого конкурентного начала, все-таки я предложу сегодня сделку в обратную сторону. В данном случае сейчас у меня открыто золото. Я, честно говоря, был даже удивлен, что на фоне тех рисков пандемичных, о которых мы сейчас, как и все трейдеры, говорим, о сообщениях о локдаунах в Франции, Германии, и, в принципе, опасениях того, что может все произойти точно так же, как это было в начале 2020 года в плане экономических последствий и так далее. Я не удивился сбросу рисковых инструментов, но было странно, что параллельно с рисковыми активами также быстро сбрасывают и золото. Вот вы правильно сказали, то, что, конечно же, сейчас будут бороться с трудностями и с потенциальными экономическими последствиями этих трудностей. Как бороться с печатанием новых денег? Но ведь новые деньги – это то, что разгоняет риск инфляции. И при таком риске, конечно же, золото, на мой взгляд, еще должно себя проявить. Если не сейчас, это, опять же, сделка, может быть, для тех, кто ищет сейчас оптимальные точки хода на долгосрок. Я бы рекомендовал, опять же, присматриваться к золоту, покупать его, потому что чем больше денег дальше будет выделяться мировыми центральными банками, тем будет выше вероятность того, что трейдеры, инвесторы захотят застраховаться от риска инфляции традиционных валют через защитные активы. Вот как раз золото – это один из них. Поэтому я все-таки не думаю, что рынок драгоценных металлов, пусть даже через какой-то проход чуть наверх, снова обвалит. Я сегодня предлагаю сделку buy-stop с уровнем 1875. Это по золоту, как всем уже понятно. Стоп-воз на отметке 1845. И будем ждать его восстановления. Опять же, в качестве take-profit не буду ограничивать. Тем более, что, скорее всего, у нас будет возможность подвести с вами еще результаты наших текущих рекомендаций. То есть отсечкой временной у этой рекомендации будет уже следующая среда. Очень рассчитываю на то, что рынок драгоценных металлов окажется даже выше отметки 1900. Ну, в целом, докуда можно ждать золота? Я почти не сомневаюсь, что золото снова перепишет локальные максимумы, 2000 и выше. И, возможно, произойдет это прямо в самые ближайшие месяцы. Ну и вторая рекомендация – это также обратить внимание на не менее динамичный платильный инструмент. Это рынок криптовалют, в частности, биткоин, который в последнее время очень неплохо радовал покупателей. Особенно тех, кто долго ждал, когда же биткоин раскащается и выйдет на уровне выше 10-11 тысяч. Сейчас это и происходит. Но интересная ситуация в данный момент. Биткоин очень тесно коррелирует с фондовым рынком США. И эта корреляция, она даже по индикаторам, которые есть для этого, она хорошо прослеживается. Сейчас фондовый рынок находится в США под ударом из-за пандемии в Штатах, из-за сомнений в новых мерах экономического стимулирования. Вполне возможно, что S&P, NASDAQ и Dow Jones еще покажут какие-то новые локальные минимумы. Поскольку рынок криптовалют коррелирует с фондовым рынком США, я думаю, что при текущих условиях биткоин сильно задрали вверх без продолжения какого-то хорошего фундаментального повода. Поэтому рынок криптовалют нужно подсдуть сперва. И я рекомендую шортить биткоин с целями в районе 12 тысяч. Чтобы графически это было. Соответственно, при развитии нисходящей динамики на рынке криптовалют мы не раз могли убедиться, видели, насколько стремительным может быть обвал. Стоит обратить внимание, что при сохранении корреляции, которую я только что обозначил, рынок криптовалют вообще может стать чуть ли не самым перспективным активом до конца 2020 года. И, разумеется, в нем можно будет еще заработать всем. Иван, большое вам спасибо за то, что сегодня традиционно подключились все к эфиру. Разумеется, желаю вам удачи в отработке ваших торговых рекомендаций, хорошего закрытия недели, классных выходных. Ну и в следующий раз мы с вами встретимся уже в среду, будем подводить итоги. Спасибо, Иван. До свидания. Продолжение следует...